МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как я уже сказала, ни для кого не секрет, что наш край занимает лидирующие позиции в аграрном вопросе. Расскажите, конкретно в животноводстве тоже, каких же животных у нас выращивают? Надо отметить, что Ставропольский край является лидирующим регионом Российской Федерации по сельскохозяйственному производству и целым по животноводству. И, в общем-то, те благоприятные климатические, погодные условия и возможности пастбища нашей и нашей земли позволяют динамично и продуктивно развивать наше не только сельское хозяйство, растение, водство, но и животноводство в целом. Поэтому здесь при поддержке, опять же, и губернатора Ставропольского края, и государственной поддержки Министерства сельского хозяйства животноводство у нас в последние годы развивается динамично и, в общем-то, есть у нас достаточно хорошие положительные результаты. И, в общем-то, если говорить об основных направлениях, это, естественно, производство молока, которое является лидирующим у нас в производстве Ставропольского края, и также по животноводству производство мяса, которое сегодня очень востребовано и необходимо. А каких же животных все-таки мы выращиваем для производства? Мы выращиваем, если говорить по всем видам животных, все виды животных мы выращиваем. Это и птицеводство, и скотоводство, и молочное направление, козоводство, овцеводство. То есть у нас практически все направления животноводства представлены Ставропольском крае. Ну а если говорить о том, все-таки какую продукцию мы выпускаем, то, естественно, мы говорим, в первую очередь у нас лидирующим является птицеводство. Производится мясо птицы и яиц. И, в общем-то, здесь те предприятия, которые у нас осуществляют эту деятельность, это, ну, можно сказать, что предприятия полного цикла, начиная от содержания родительского стада, инкубация, выращивание молодых цыплят и дальше производство кормов, переработка, реализация и логистика, доставка. Это, в общем-то, по всем направлениям Российской Федерации, в том числе на экспорт. И, в общем-то, надо сказать, что производством мяса птицы и яиц у нас занимается 8 крупных предприятий, 4 из которых являются мясного направления производства мяса птицы и 4, которые занимаются производством яиц. Здесь надо отметить, что производство яйца у нас ежегодно производится порядка 380 тысяч тонн. Это хороший результат. И яйца порядка 811 миллионов штук яиц. То есть, такие достаточно большие цифры. И предприятия представлены у нас в четырех муниципальных округах. Это Изобильнинский, Кочубеевский, Шпаковский, Придгорнинский район. В общем, дальше, как говорится, развиваем птицеводство. По производству говядины, да, если мы говорим о производстве говядины, в последние годы это направление также является очень актуальным и очень востребованным. И, в общем-то, надо отметить, что мы в этом году уже получили положительную динамику по производству мяса говядины. Это благодаря тому, что меры господдержки и все направления, которые с этим связаны, они идут на развитие, на поддержку производства говядины. И в этом году также был введен новый вид государственной поддержки для производителей мяса говядины. Это реализация кроевственного убоя в живом весе не старше 24 месяцев в объеме 48 миллионов рублей. Эта поддержка, мы ее в этом году уже выдали нашим получателям. И, в общем-то, она направлена именно как раз-таки на стимулирование производства, на увеличение объемов производства, на увеличение, в целом, производства говядины. Ну и дальше идем на производство молока. Молоко у нас является одним из ключевых и важных направлений. Здесь мы также показываем очень хорошую положительную динамику по производству молока. Последние два года у нас идет стабильное выполнение тех плановых показателей, которые поставил нам губернатор. И, в общем-то, мы идем целенаправленно к росту объема производства с применением, опять же, хозяйствами новых технологий в этом направлении. И, в общем-то, надо сказать, что в целом у нас, если брать организованный сектор, производством молока занимается 37 сельскохозяйственных организаций в 16 муниципальных городских округах. И, в общем-то, надо сказать, что именно сельхозорганизации сегодня дают самый максимальный рост объема производства, порядка 15% на текущий период, именно дали у нас сельхозорганизации. Баранина – это овцеводство. У нас это стабильный наш традиционный вид животноводства, который включает в себя очень массу социальных задач и производство, и обеспечение рабочих мест. И, в общем-то, здесь, конечно же, также у нас идет положительная динамика по производству и мяса баранины, и шерсти. Если мы говорим о шерсти, то Ставропольский край занимает твердое, четвертое место в рейтинге Российской Федерации по производству мяса баранины и шерсти. И, в общем-то, а именно по производству шерсти и по качеству шерсти мы считаемся одним из лучших в Российской Федерации. Производством шерсти у нас занимается 12 племенных организаций, те, которые сосредоточены именно на производстве высококачественной шерсти. Они производят у нас порядка 600 тонн объем шерсти, а в целом производство шерсти у нас составляет 3,9 тысяч тонн в целом по году, из которых 3 тысячи тонн – это производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти. То есть та шерсть, которая сегодня необходима. И, в общем-то, дальше мы занимаемся теми же вопросами создания и переработки шерсти на территории Ставропольского края и, в общем-то, двигаемся в этом направлении для того, чтобы также увеличить объем производства и шерсти нашими опцеводами. Говоря по производству баранины, то, в общем-то, здесь у нас также положительная динамика и мы планируем в этом году увеличить объем производства мяса баранины примерно на 10% и, в общем-то, к 2025 году выйти на объем производства порядка 31 тысячи тонн по году. Сегодня мы уже готовы, в принципе, и те направления, которые мы включаем, они позволят именно нам выполнить все те условия, которые мы ставим перед собой и которые нам поставили там руководство. И, в общем-то, здесь связано с тем, что реализуются новые проекты в опцеводстве. Это и откормочные площадки, и также новые проекты, как раз-таки, связанные и с повышением продуктивности опцеводства. И в крае реализуется проект по созданию селекционно-генетического центра, который именно будет направлен на цели на повышение продуктивности мясного направления опцеводства, и которое позволит нам увеличить объем производства мяса баранины. Свинина, скажем так, у нас тоже, ну, это вообще высокорискованный, очень сложный вид животного возраста, но у нас пока идет все, как говорится, нормально, несмотря на те катаклизмы, которые у нас присутствуют. Это африканская чума свиней, которая выкашивает целые отрасли, отрасля сеноводства, но, в общем-то, объем производства мяса свинин у нас по году составляет 80 тысяч тонн, в целом по краю, и из которых 60 тысяч тонн это наши сельхозпредприятия производят. В общем, с такими показателями мы завершаем год. Еще, конечно, у нас остался четвертый квартал, где мы потом подведем итоги и более детально еще расскажем о наших успехах. В любом случае, на сегодняшний день по каждому направлению мы наблюдаем положительную динамику, то есть или стабильную, или положительную, никакого другого. Интересно узнать насчет овцеводства. Почему такое большое внимание именно этому направлению уделяется? Овцеводство для нас, опять же, для Юга России, для Северо-Кавказского федерального округа это традиционный вид потребления продукции. И, в общем-то, это целый уклад жизни. Это социально очень важный вопрос. И, в общем-то, большая часть населения, в том числе и личные подсобные хозяйства, особенно в восточных наших регионах, они занимаются именно овцеводством. Это рабочие места, это социалка, это уровень дохода населения. Понятно, да. Интересно узнать, понятно, что наш край обеспечен всей продукцией, которая производится. Как же идет торговля по России? В какие регионы? У нас абсолютно весь спектр реализации продукции по всему региону России. И, естественно, это традиционная Москва, Санкт-Петербург и Южный федеральный округ. Да, в общем-то, во все направления идет наша продукция. И, в том числе, идет продукция на экспорт. Да, вот интересно узнать, кстати, об экспорте. В какие страны с кем сотрудничаем? Ну, если мы говорим о птицеводстве, а это наше ключевое направление по экспорту, то здесь, конечно же, очень большой и широкий спектр поставки продукции. Мы ежегодно экспортируем порядка 84 тысяч тонн мяса птицы. И, в общем-то, это направления такие, как Китай, Вьетнам, Таджикистан, Сербия, Абхазия и, в общем-то, арабские страны. Если мы говорим по мясу свинины, то это у нас идет Армения, Южная Осетия, то есть ближние наши зарубежья. Мясо баранины, естественно, у нас экспортируется в страны арабского мира. Это традиционно Иран, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты. Но здесь мы зависим от конъюнктуры, от спроса. И, в общем-то, здесь, конечно, объемы из года в год колеблется. Нет таких стабильных. Но, в любом случае, при развитии, опять же, обцеводства, мы для себя можем получить реальный выход на экспорт в эти страны и увеличить объемы экспорта нашей продукции. Молоко экспортируется, также молочная продукция в наши ближние зарубежья. Это Армения, Южная Осетия, Грузия. Достаточно такой спектр небольшой. В общем-то, потребление идет у нас здесь в собственном регионе и частично в ближние регионы Российской Федерации. А вот страны для экспорта, они, в принципе, стабильны или, в принципе, с года в год как-то меняются? Нет, они более-менее стабильны. В общем-то, здесь также и зависит от государственной поддержки этих государств, которые также субсидируют импорт продукции. И, в общем-то, и ценообразование, конъюнктура спроса здесь играет очень важную роль. Теперь хочется поговорить непосредственно о развитии животноводства. Какую же государственную поддержку могут получить наши краевые животноводы? Если мы говорим в целом о животноводстве, то общий объем государственной поддержки в 2023 году составил 819 миллионов рублей. Это по разным направлениям у нас. 242 миллиона у нас было направлено на приобретение молодняка КРС молочного направления, то есть то, что мы говорим о стимулировании объема производства молока. То есть 242 миллиона мы обеспечили приобретение молодняка, коров, молочного направления. Далее у нас 190 миллионов – это поддержка племенного животноводства. То есть мы поддерживаем наши племенные хозяйства, которые занимаются племенным животноводством, занимаются производством высокопродуктивных животных, качественных. И, естественно, это влияет и на производство качества продукции вот этих племенных организаций. Также на 155 миллионов на прирост производства собственного молока мы выплатили в этом году также объем. Ставка составила у нас 2 рубля 88 копеек. И дальше мы говорим, ну, в целом, весь объем поддержки мы уже выплатили по этому году. Мы завершаем сегодня уже субсидирование наших животноводов. Выплатили также поддержку мы за производство и реализацию баранины на убой. 34,9 миллиона рублей в этом году. Ставка составила 8 рублей 87 копеек. Если сравнивать с прошлым годом, когда было 7 рублей 85 копеек. То есть в этом году даже поддержка немного увеличена. И, в общем-то, здесь этой поддержкой государственной воспользовались 22 получателя. Это и сельхозприприятия, и крестьянско-фермерские хозяйства. Также я говорил о том, что 48 миллионов рублей мы буквально закончили выдачу субсидий нашим сельхозпроизводителям на реализацию на убой крупного роготого скота в живом весе. И, в общем-то, здесь ставка у нас составила 57,3 рубля на 1 килограмм живого веса. И, в общем-то, здесь поддержка государства. Нас воспользовались 9 получателей. Ну, в основном это крестьянско-фермерские хозяйства. Дальше мы завершаем буквально на днях выдачу субсидий по зареализации произведенную шерсть в размере 95 миллионов рублей. Планируем просубсидировать производство порядка 1 тысячи тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти. То есть, так же это будет работа завершена. Субсидии позволяют нашим сельхозпроизводителям покрыть свои затряды от 20 до 60% на производство того или иного вида продукции. Ну и сразу возникает сопутствующий вопрос, как же ее можно получить? Ну, субсидия у нас носит заявительный характер. То есть, у нас нет разделения, кем вы являетесь, сельхозпредприятием или крестьянско-фермерским хозяйством, или самозанятым. Главное, чтобы вы должны были зарегистрированы в Министерстве сельского хозяйства как сельхозтоваропроизводитель. Должны предоставлять отчетность о производстве своей продукции. И по истечению периода, который подлежит субсидированию, вы подаете все документы, официальные документы. То есть, все должно проходить официально. Приобретение кормов, ветеринарные препараты, ветеринарное использование, заработная плата. Вот все те ключевые моменты, которые внесены в субсидии, вы предоставляете отчетность и получаете субсидию. А предоставляют куда? В само Министерство? В Министерство сельского хозяйства, да. То есть, ограничений не существует? Абсолютно никаких ограничений, никакой дискриминации. Все у нас в равных условиях. Сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства. То есть, получается, что фермерские хозяйства, что индивидуальные хозяйства, у них абсолютно одинаковые меры поддержки они могут получить, да? Да, да. И порядок получения один. Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, как же обстоят дела в крае с производством именно козьего молока? Очень мало было об этом сказано. Ну, да, этому внимания немножко мало уделяется. Но надо сказать, что козье молоко у нас производится в основном в двух племберепродукторах. Это в Шпаковском и в Буденновском округах. И, в общем-то, эти предприятия занимаются разведением коззанинской породы. Это продуктивная, очень прекрасная порода овец, и которая производит молоко. И, в общем-то, здесь общий объем производства козьего молока у нас составил на сегодняшний момент на 1800 тонн. И, в общем-то, мы выплачивали этим хозяйством также государственную поддержку и на племенное животноводство. Они получили поддержку в размере 3,7 миллиона рублей. И 800 тысяч получили на производство молока. То есть, также они получают ту же самую господдержку. И мы поддерживаем это направление всецелое. Приближается зима. Понятно, как переживают люди. Как же готовятся животные к зимовке? С 1 октября мы входим в зимний стойловый период. И, в общем-то, в зимовку, как говорится. И, в общем-то, во всех сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, все подготовительные мероприятия к зимовке завершены. Подготовка завершена успешно. И, в общем-то, все сельхозпредприятия у нас и крестьянско-фермерские хозяйства обеспечены кормами. И, в общем-то, надо сказать, что в зимовку у нас, мы говорим по основным направлениям животноводства, это крупнорогатый скот, овцеводство. И, в общем-то, крупнорогатый скот у нас в зимовку входит 275 тысяч голов, в том числе из которых 133 тысячи голов коровы и 1 миллион 208 тысяч голов овец. То есть мы говорим о том, что необходимо было нам заготовить 1 миллион 140 тысяч грубых кормов. На сегодняшний день у нас заготовлено 1 миллион 400 тысяч кормов. То есть 102% мы обеспечили заготовку грубыми кормами, 313 тысяч тонн сочных кормов, это 110% от плановых показателей. И 385 тысяч тонн, это концентрированных кормов, также 104%. То есть погодные условия текущего года нам позволили обеспечить всех животноводов необходимым количеством кормов. Потому что обеспечение кормами – это очень важная задача перед нашими животноводами. Потому что первое – нужно обеспечить сохранность животных, обеспечить их продуктивность животных и, естественно, производство продукции. Поэтому мы сегодня можем с уверенностью сказать о том, что наши животные обеспечены кормами в полном и необходимом объеме, даже с запасом. И, в общем-то, до мая месяца включителя мы можем спокойно даже не волноваться, что у нас будут какие-то сбои. Можно сказать, что в этом году даже подготовка прошла лучше, поскольку действительно погода очень сильно нас радует. Вот уже на носу ноябрь, а у нас теплая погода. Помогает ли это в увеличении как раз-таки заготовок? Ну, естественно, погодные условия не только в помощь. Те необходимые, которые, климатические условия созданы, они помогают заготовить и обеспечить качественные корма. Качественные корма – это как раз-таки залог хорошей зимовки и успеха наших животноводов. Разумеется. Помимо зимовки скота, вернемся все-таки, как мы поняли, к очень важной теме – это овцеводство. Сейчас проходит еще такая важная программа, как осеменение овец. Вот расскажите, сколько же ягнят планируется получить, скажем так, в 2024 году? Во всех сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах проходит важнейшая кампания – это осеменение овец. И, в общем-то, здесь в этом вступили все сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства. И, в общем-то, на сегодняшний день уже в сельхозорганизациях осемено порядка 30% овец. И в племенных организациях порядка 15%. Но какие задачи стоят? Нам в этом году необходимо осеменить 920 тысяч голов овец. В сельскохозяйственных организациях 90 тысяч голов, 450 тысяч крестьянско-фермерских хозяйствах и 410 тысяч тонн в личных подсобных хозяйствах. И, в общем-то, конечно же, мы ставим задачу, чтобы эта кампания прошла очень успешно. И выход должен составить у нас порядка 855 тысяч, не менее 855 тысяч ягнят в следующем году. Но, опять же, как пройдет вопрос ягнения, сохранности ягнят. И, в общем-то, эти итоги мы посчитаем уже ближе к середине следующего года. Когда пройдет отбивка и, в общем-то, ягнята выйдут на пастбище. И дальше уже будет проведен процесс подсчета этой кампании окотной. Хорошо. Ну, мы надеемся, что все результаты нас порадуют. Виктор Владимирович, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Так подробно поделились, как же у нас обстоят дела с животноводством. Еще раз скажу, что очень радует, что все показатели в положительной динамике. Поэтому желаем вам в том же духе работать и развивать животноводство в нашем крае. Чтобы все планы были выполнены. Подойдем итоги после четвертого квартала. Будем ждать вас в гости. Хочу напомнить, что у нас в гостях был заместитель министра сельского хозяйства Виктор Фетисов. И, как всегда, до встречи в эфире Актуального интервью. И оставайтесь на своем.